Я попытаюсь на вопрос ответить, друзья. Хотя вопросы сложные, может быть, с одной стороны. С другой стороны, вот как брат вначале говорил, Александр тоже, что очень важно читать нам в полноте текстов, или контекст читать этих стихов, на которые, бывает, возникают вопросы. Первый вопрос, 1 Коринфянам 12, 8, 11. Апостол Павел говорит о том, что в церкви дано проявление Духа на пользу и даны различные дары в церкви. И здесь он перечисляет эти дары и говорит, что одному дано, одним дано, то есть, духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом вера, дары исцелений, чудотворения, пророчества, различные, различные, различения языков, иному разный язык, иному столкование языков. И вопрос, почему у нас нет таких даров, как пророчества, иные языки и толкование этих языков. Друзья, написано, различные дары даются, не все одинаковые дары. И еще, друзья, если мы смотрим других, здесь же послание к Оринфянам, в следующей примеру главе, то интересно, апостол Павел так говорит, в 13 главе. «Любовь никогда не перестает», 8 стих, «хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Друзья, представьте, если бы мы сегодня собрались на молодежное общение, и у нас бы не было Библии, Слово Божьего, ни у кого, и никто бы мы не читал. Как бы мы проводили общение? Олег говорит, ну, трудно, да, друзья? Ну, о чем бы мы проповедовали бы? Вопрос, конечно, однозначный. Нужно иметь откровение от Бога. На то время Библии не было, друзья. Слово Божьего не было, Нового Завета, я имею в виду, христианского, именно то, чему Христос учил. Ветхий Завет был, но Нового Завета не было. И апостолы они, в первую очередь, проповедовали о чем или о ком. Мы проповедуем Христа распятого, апостол Павел говорит, да, друзья? И вот представьте, как можно было бы проповедовать на учение? Конечно, нужно было иметь личное откровение от Бога и так проповедовать. Апостол Павел, он говорил, что я лично получил откровение, Евангелие от Бога. Апостол Петр, да, они были со Христом. Это легче им проповедовать было. А в церкви? Вот уверовали новые члены церкви. Надо же там проповедовать в церкви кому-то. И как проповедовать? Надо откровение от Бога получать. Поэтому Бог на то время дал дар пророчица, чтобы могли получать личное откровение от Бога и проповедовать. Но вообще, друзья, мы просто так часто воспринимаем, что пророчество – это как только что-то такое получить новое от Бога и об этом рассказать людям, что-то новое. Друзья, вообще по Библии сейчас пророчество новое, оно даже ставит под сомнение, от Бога ли оно, потому что в Библии написано, мы в книге Откровения читаем, помните слово, если кто прибавит к книге этой что-то или отнимет, Бог и язву будет налагать и наказание будет. Поэтому, друзья, если что-то новое сегодня, какие-то откровения добавляются, это явно не от Бога. Библия, она законченная, Слово Божие. Друзья, но мы также читаем Библию, Деяния Святых Апостолов, написано, что, вот написано, по-моему, о Сила, да? Не помню, вот еще кто-то с ним из братьев был. Когда они пришли в церковь антиохийскую, написано, что они, будучи пророками, обильное наставление преподали церкви. Обильное наставление преподали церкви. То есть, мы понимаем так, что пророчество, а вообще пророк, это человек, говорящий от лица Божьего. Это всякий проповедник, это тот же пророк. Варнава, да? Варнава и Сила, да? Вот они когда проповедовали. Друзья, то есть, проповедь, это тоже самое пророчество. Просто мы уже часто говорим записанное Слово Бога, которое есть уже в Слове Божьем в Библии. Поэтому, это тоже самое пророчество. Новое что-то есть, друзья, это даже опасно сегодня. Что-то новое, если люди начинают, учители, говорить. Как апостол Павел говорит, если придут и будут говорить что-то новое там или другое, да? Он говорит, даже не надо воспринимать. Ну и написано другой текст, друзья, о языках. На то время нужны были языки. Для чего языки? Для чего? То есть, это было на тот период, когда образовывалась церковь. И должна была образовываться церковь из язычников. И когда пришли вот те люди, которые были из других стран. И когда апостол Павел, то есть апостол Петр и апостолы заговорили их языками понятными, они удивились и после этого уверовали. Это знамение для неверующих. Сегодня оно принимается наоборот. Для верующих знамение. То есть, если ты имеешь дар языка, как сегодня считают, что это дар языка, как будто бы, то тогда ты, значит, крещен Духом Святым, друзья. Это заблуждение. Это неверно. И сегодня, которыми говорят люди языками, я сам встречался. Мне даже просили, говорят, можно я вот помолюсь на языках? Ну, мы так беседовали долго. Я говорю, ну хорошо, помолись. Хорошо, помолись. Я думаю, ну, как бы, что за языки, друзья? Вообще непонятное, что так говорят. Он говорит, у меня дар немецкого языка. А я в школе учил немецкий язык. И вы знаете, он что-то непонятно не говорил. Говорил, потом в конце до десяти посчитал. Я даже, ну, естественно, не сказал. Я говорю, ты знаешь, что ты говорил на немецком языке? Ты знаешь, что ты до десяти посчитал и говоришь аминь. Истина так. Что это такое? Это глупости, говорю, какие-то. Ты понимаешь, о чем ты говоришь? То есть, друзья, это совсем не тот. А чаще у них вообще непонятные слова, непонятные какие-то там, ну, такие выражения, которые вообще не несут ничего. Ну и дальше здесь следующий такой стих. Пере Конференов 14.1.5. Объясните, пожалуйста, эти стихи о языках для самоназидания. Почему Павел желает, чтобы мы говорили на языках? Друзья, ну здесь опять нужно смотреть в контексте. И апостол, я прочитаю, друзья, чтобы было понятней. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание и увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание. То есть у них практиковалось в церкви такое, что говорили на языках, но никто ничего не объяснял, и церковь была непонятна, и церковь не получала никакого назидания. Апостол Павел говорит, что это неправильно в церкви. Ну представьте, сейчас мы бы пели бы только, мы, примеру, армяне, только на армянском бы пели, грузины только на грузинском. Ну ладно, украинцы мы поняли бы хоть что-то, если бы пели на украинском. Друзья, какой толк был бы от нашего общения, если бы вначале братья хотя бы два слова не сказали, о чем будет пение? Какой смысл? Ну мелодию разве послушать или национальное пение услышать? Больше ничего. Что это за назидание? И он говорит, что кто говорит на незнакомом языке, тот как бы сам для себя говорит, но это неправильно. Он говорит, вы любви достигаете, нужно пророчествовать, чтобы все получали назидание. И поэтому он здесь не то, что он здесь хвалит или одобряет, или побуждает. Да, он как бы, знаете, здесь другими словами можно сказать, что Павел говорит, ничего, вы говорите языками, но пророчество намного превосходнее и лучше. Оно назидание приносит церкви. На то время это было еще, то есть говорили языками, истолковывали языки эти в церкви, и оно приносило назидание. А в общем-то, друзья, языки прекратятся, мы понимаем, что время языков сейчас прекратилось, и сейчас нет нужды. И мы говорим на тех языках, где мы находимся, живем, проповедуем, и так далее, и так далее, сегодня это возможно, и Слово Божие практически сегодня на всех языках есть. Поэтому и в этом нет нужды. А само назидание, в общем, оно должно дома у нас быть. Когда я дома нахожусь, я могу сам Библию читать, я могу сам петь псалмы духовные, назидая самих себя, но когда мы в церкви, мы должны стремиться к назиданию всей церкви. Это принесет пользу.